доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем традиционно говорить о ключевых фундаментальных событиях изменениях в динамике курсов и в принципе о том что происходит на финансовых рынках сегодня очень важный день для всех трейдеров которые следят за динамикой рисковых инструментов и самым эталонным представителем риска является европейская валюта сегодня друзья у нас заседание европейского центрального банка и пресс-конференция кристин лагарда которая обещает расставить точки над и по всем пунктам которые касаются дополнительного монетарного стимулирования нуждающиеся в этих стимулах европейской экономики будет ли это событие тем самым который развернет динамику евро это очень большой вопрос если бы у меня сегодня точно был на него ответ я бы использовал все возможности чтобы донести вам эту позицию и предложить самую лучшую и оптимальную торговую сделку но друзья с некоторых пор когда мы осознали что фундамент совершенно сейчас не работает на финансовых рынках мы стали следить за индикатором рыночных настроений кайманом которые доступны всем клиентам компания маркетс и сейчас оценка расстановки сил покупателей продавцов указывает на то что на рынке по-прежнему доминирует продавцы 70 даже больше 70 процентов в продажах меньше 70 разумеется в покупках и как я уже говорил интерпретировать и очень просто рынок идет по пути на и меньшего сопротивления и дает заработать лишь небольшой категории небольшому лагерю трейдеров в данном случае покупателя но друзья настроение штука изменчивая они могут быстро измениться и индикатор кайман также может изменить доли позиций а продавцов и покупателей при наличии какого-то серьезного фундаментального триггера который провоцирует повышенную волатильность и на каких-то экстремальных уровнях все меняется происходит разворот увеличивается доля покупателей уменьшается продавцов рынок переходит к какому-то баланс в балансовом состоянии начинается все по новой то есть трейдеры начинают искать новые тренды и руководствуется уже старой доброй привычной логикой оценки именно фундаментального фона сегодня по факту заседания европейского центрального банка я не жду что какие-либо изменения произойдут с пациентными ставками я больше настраиваюсь на то что будет сказано кристин лагард что произойдет с программа количественного смягчения будет ли увеличен фонд экстренной помощи экономики признает европейский центральный банк необходимость покупки облигаций с мусорным рейтингом это довольно болезненная тема но судя по всему и нужно поднимать и нужно помогать опять же тем европейским странам на периферии которые больше других сейчас испытывают трудности являющиеся следствием после последствий пандемии коронавирусной инфекции поэтому друзья если сегодня европейский центральный банк я допускаю что именно так и будет анонсирует расширение программы количественного смягчения новые меры стимулирования они по классике жанра анализа влияния смягчения политики на курс национальной валюты могут привести к распродажам европейской валюты но не сразу безусловно будет серьезная волатильность потому что события предполагает что движение должны быть значительными и как раз вот это повышенная волатильность может быть направлено первоначально на задирку пары евро доллар к тем уровнем где произойдет изменение рыночных настроений поэтому друзья если вы не в сделках я рекомендую присматриваться к возможности роста как говорят покупая на ожиданиях продавай на фактах роста пары евро доллар потенциального к уровню 1.13 и уже там друзья искать возможности для распродаж завтра мы безусловно будем резюмировать как рынок в конце концов отреагировал на заседание европейского центрального банка и попробуем более детально определиться как действовать по евро дальше по статистике повторюсь у нас накануне были данные по рынку труда еврозоны германии индекс активности в сфере услуг данные по рынку труда плохие сферы услуг лучше чем месяц назад но все равно ниже 50 а значит а сектор а стагнирует индекс цен производителей это один из основных компонентов инфляции индекс цен производителей снизился друзья на четыре с половиной процентов в годовом выражении по еврозоне это значит то что инфляция реально сейчас стремится к нулевой отметке и уйдет в зону дефляции дефляция то наверное самое худшее что может произойти с любой экономикой поэтому я много раз уже говорил почему европейскому центральному банку сейчас нужно сделать все чтобы развернуть курс евро доллара потому что если восходящая динамика будет продолжена дальше индекс потребительских цен как раз окажется на этих отрицательных значениях прежде всего следим за кайманом друзья откройте графики смотрите как только позиционирование начнет меняться например 70 30 конвертнуться в 60 40 вот это уже будет более показательный сигнал того что нужно начинать продавать по фунту ситуация такая же хотя по британской валюты мы уже наблюдаем снижение пока что я не стал бы транслировать позитив для медведей что наконец-таки разворот произошел все-таки ситуация будет похоже с европейская валюта будут возможно еще локальные максимумы то есть по британцу также следим за показателями а каймана друзья если у кого-то из вас трудности с пониманием что это такое за индикатор свяжитесь с вашими персональными менеджерами вас обо всем проконсультировать но штука очень полезна особенно сейчас когда мы с вами уперлись в непонимание и несоответствие тех рыночных тенденций динамики с новостным фоном который сложился по фунту кстати новости есть но неплохие кстати говоря были которые возглавляют британский регулятор накануне дал сигнал банкам готовиться к жесткому brexit это фактически был призыв потому что этот сценарий крайне вероятен и возможно даже произойдет мы знаем то что три недели остается у англии чтобы они подали запрос о переносе сроков переходного а brexit одну этого запроса пока что нет и судя по всему джонсон этого запроса не подаст а во вторник стартовал четвертый раунд переговоров по brexit у он продлится по субботу но позитивных комментариев нет друзья есть только лишь подтвержденный факт того что между странами остается буквально смысле пропасть непонимания и сектор услуг традиционно разочаровал 29 на пунктов это показатели активности сферы услуг и разумеется без этого сектора не стоит рассчитывать ни на какое оздоровление экономического роста потому что на сферу услуг приходится более 70 процентного вклада в показатель ввп нефти 39 17 тоже небольшое снижение у меня здесь друзья новости есть по нефтянке мы с вами вчера допустили такой сценарий что сначала дождемся видеоконференции встречи опек посмотрим как отреагирует нефть и после будем искать уровни с которых нефтянку можно будет продать но вчерашнее сообщение следующего порядка пришло на рынок что встреча виде конференции опек не состоится сегодня она не состоится даже 9 июня решено перенести на середину на более поздний период на середину этого месяца а знаете друзья почему потому что страна опек формате технического комитета взвесили оценили насколько исполняют текущие договоренности в рамках уже принятого пакта энергетического по сокращению добычи на 9 и 7 и о чем мы с вами всю неделю говорили что есть признаки того что ряд стран нечистоплотны в соблюдении этих обязательств этого вот в этот раз они решили сделать на этот акцент и отметили что прежде чем поднимать вопрос о продлении сроков действия этого энергетического факта нужно решить проблему с дисциплиной в рамках основных участников этого содружества стран удастся ли ее решить до середины месяца я не знаю и какие инструменты будут задействоваться и каким образом они планируют это сделать но факт остается фактом друзья встречу перенесли как минимум на середину этого месяца поэтому как минимум до средины этого месяца я не буду залазить в рынок к нефти индекс американской валюты 97 46 раньше мы очень много говорили о том что слабая статистика должна поддерживать курса американского доллара потому что доллар это защитный актив ну не работала такая логика многие писали что на самом деле сейчас нужно придерживаться следующей тактики что если данные выходят плохие то соответственно доллар как и валюту любого другого региона где публикуется слабая статистика нужно продавать ну вот друзья вчера вышли хорошие данные по активности и сэм в сфере услуг и по иди пи который предваряет но он фарм пэрлс однако американская валюта все равно продолжила снижаться я признаю тот факт что индекс доллара американская валюта не растет ни на увеличение напряженности в отношениях между сша и китаем ни на слабых перспективах экономического роста американской экономики ни на тех протестах которые сейчас проходят в сша собственно по факту инцидента вот с полицейским и афроамериканцем это фундамент который почему-то сейчас не привел к логичному росту доллара и если на этом фоне американская валюта не упрочила свои позиции я даже не знаю что может тогда подстегнуть последующее восстановление индекса доллара в пятницу но он фарм пэрлс уже завтра если и собственно завтра американская валюта не укрепиться вдоль всего широкого рынка то на следующей неделе будем уже думать как действовать по американцу уже на перспективу следующих месяцев золото отступили к 1704 долларам за тройскую унцию друзья а пока держится планка 1690 я рекомендую искать возможности для покупок тем кто открывал бай сохранять длинные позиции тем кто не открывал по мере теста 1700 это делается если золото улететь ниже 1690 долларов за тройскую унцию но я думаю что на брифингах мы об этом поговорим мы примем решение уже как действовать дальше сегодня ждем европейский центральный банк в 1445 по московскому времени ставки в 1530 пресс-конференция как и что может произойти я принципе вкратце рассказал удачной вам торговой сессии друзья не забывайте подписываться на наш канал оставлять ваши вопросы и ставить лайки большие пальцы всем пока